Я снова всех приветствую, друзья! С вами Дмитрий Холодильников, и я по-прежнему говорю об Escape from Tarkov. Сегодня хотелось бы вам рассказать о прошедшем подкасте англоязычном Тим и Никита Буянов на площадке Twitch. В составе Тим был Pesteli, SlashPapi, GhostFreak и Sigma. Ну и Никита, собственно, у них присутствовал. Целый час они беседовали о состоянии игры после обновления 12.7, рассказывали о своих эмоциях, впечатлениях, плюс Никита, естественно, отвечал на те или иные вопросы, которые ему задавали стримеры. Начнем с того, что стримеры, конечно же, поблагодарили Никиту за обновление 12.7, потому что всем оно в большинстве зашло. Обновление, которое коснулось таможни, добавление нового босса, это все очень всем понравилось, и 90%, как сказал Никита в дальнейшем, фидбэка от комьюнити было именно положительным, что, конечно же, разработчиков радует. Достаточно важный вопрос, который спрашивали у Никиты, что по поводу гранатомета. Дело в том, что гранатомет убрали уже на второй день из продажи у Миротворца, потому как с ним была одна большая проблема. Об этой проблеме тоже можно заметить на многих видео, которые сейчас выходят с нарезками. Убийство через стены. Такой баг был тогда, когда вводилась АГС на локации Резерв, и тогда АГС просто могло накрывать через стены, убивать всех подряд. С гранатами ГЛ-40 получается аналогичная ерунда. То, что некоторые из гранат убивают через стены, и это, естественно, рушит баланс. Поэтому сейчас гранатомет пока убрали из продажи, однако его можно найти на барахолке, плюс некоторые люди себе его оставили, к примеру, у меня еще лежит. Ну и сейчас разработчики, собственно, борются с тем, чтобы пофиксить данный баг, чтобы он действительно не ломал баланс. Следующий вопрос, опять же, касается игрового баланса и нового предмета, вернее, предметов, которые были добавлены в обновление. Это стимуляторы с 20% защитой от урона. Опять же, было мнение о том, что это нарушает баланс, то, что Тарков превращается в какой-то дивижен, и Никита отчасти с этим согласен, но все же он объяснил, как работают правильно данные стимуляторы, и как они будут в дальнейшем работать. Но сперва сейчас конкретные цифры, уже стимуляторы, которые у нас есть в игре, именно два стимулятора, у них не 20% защита от попаданий, а уже 10% защита попаданий, плюс они не стакаются, то есть, одновременно вкалывая два шприца, вы не получите 20% защиты. Затем, как Никита объясняет работу этих препаратов, они увеличивают несопротивляемость к пулям, условно говоря, добавляют какие-то очки брони, и, соответственно, боеприпас просто вас там не пробивает где-то. Они увеличивают ХП в конечности, но делают это незаметно для инвентаря, то есть, в инвентаре, если вы вкалываете, у вас не появляется там 440, плюс еще 10 сверху, то есть, еще плюс 44 ХП. Следующее, стимуляторы будут перерабатываться, и вот сейчас уже у стимуляторов на 10% меньше. Следующее, это стимуляторы не будут влиять на голову конкретно, то есть, прочность всех конечностей будет увеличиваться на 10%, кроме головы. Еще один момент, с боеприпасом 366 ТКМ БПМ. Так как он у нас, опять же, придуманный, делается механиком внутри игры, были вопросы насчет его достоверности, и Никита объясняет, что, по сути, данный боеприпас в жизни можно сделать путем совмещения пули от патрона 9х39 СП5, СП6 и гильзы 366 ТКМ, потому что они идеально друг другу подходят. То есть, засыпается еще какой-то порох, и, в общем-то, так механик производит данные боеприпасы. Спрашивали насчет крафта данных боеприпасов, Никита сказал, что почему бы и нет, и действительно, скорее всего, добавят. Крафт будет примерно так же и выглядеть, то есть, нам нужны будут боеприпасы СП5 условно, какие-нибудь патроны 366 и какой-нибудь порох. В общем, все достаточно близко к жизни, и если бы это нельзя было сделать как-то кустарным способом в реальности, то в игру бы этого не добавили. Был вопрос насчет того, как работает система репортов, которая появилась в данном обновлении. Никита объяснил, что данная система работает по такому же принципу, как она работала раньше из лаунчера. Но дело в том, что игроки не часто использовали данную функцию, потому что, чтобы использовать это, надо выходить из игры, заходить в лаунчер, писать ник вручную, писать номер сессии, отправлять там, прикреплять всевозможные файлы. Сейчас же это можно сделать всего лишь двумя кликами после матча. Однако, он просил не злоупотреблять, то есть, всех подряд не репортить, потому что статистика собирается у разработчиков, и если какой-то игрок постоянно в каждой катке, после каждой смерти отправляет репорт на своего убийцу, то данного игрока просто выключают из системы вот этой сбора статистики на определенное или вообще неопределенное время. Но, как сказал Никита, данная система сейчас работает гораздо лучше, чем она была в первой итерации, и это, естественно, будет отражаться на качестве и количестве забаненных читеров. Теперь про локацию таможни. Так как таможню увеличили, естественный вопрос был следующий. Почему не увеличить количество игроков на локации, потому что сейчас ощущается ее небольшая такая пустота? Никита говорит о том, что сейчас разработчики ищут пути увеличения количества игроков на локации, вплоть до 40, как планируется на улицах Таркова, но без потери производительности. То есть, хотят сохранить оптимизацию, ее улучшить и еще плюс добавить количество игроков на локацию. Но есть в планах сейчас запустить тестовый сервер, то есть, это такой тестовый сервер внутри теста Таркова. В общем, тест внутри теста. Экзибит передает привет. И на данном тестовом сервере будут опробовать всевозможные изменения, то есть, например, увеличить количество игроков на таможне, сделать такой стресс-тест локации и посмотреть, до какого количества, собственно, нормальная будет оптимизация и нормальный будет играбельный процесс. На таком же тестовом сервере планируется опробовать всевозможные новые механики, которые у нас появятся в будущем. Например, механика кастомизации разгрузок, о которой Никита очень часто рассказывает. Ее именно и хотят там попробовать. Ввиду того, что всевозможные новые механики и изменения требуют не просто какой-то небольшой команды тестировщиков, которые находятся внутри студии, но большого количества игроков. Но Никита не хочет портить впечатление основному количеству игроков Таркова, которым тестирование, в принципе, и не надо. То есть, они спокойно играют. Вот хотят сделать вот эти тестовые сервера, но с введением NDA. Ну, если кто помнит, когда Тарков только запускался в Альфе, NDA у нас, собственно, существовал, и по экрану бегала такая вот и марка. То есть, если вы что-то выкладываете из игры с NDA, то, соответственно, вы можете получить просто бан. Такую же штуку хотят сделать на этом тестовом сервере. Поэтому просто так туда попасть, чтобы что-то увидеть первым, потом перед всеми хвастаться, у вас не получится. Это, по сути, действительно такая часть работы, и это помощь разработчикам. Когда же конкретно будут запускаться данные сервера, и как будет производиться набор, Никита пока не уточнил. Но, думаю, что-то следует ожидать в этом году. Еще на локации таможни появилось у нас достаточно много отсылок. Отсылки на Battlefield 3, отсылка, скорее всего, на Silent Hill. Никита, кстати, на подкасте как раз говорил, что идея с названием манекена, который стоит на таможне с унитазом на голове, унитаз хэд, в принципе, понравилась. Кроме этого, отсылки там на 715, еще ряд таких интересных отсылок. В общем, Никита не все из них видел на этапе подготовки выхода локации. То есть, он точно так же, как и обычные игроки, исследовал локацию, либо смотрел чужие стримы, а, как он сказал, за последний день он посмотрел очень много стримов. Его очень сильно удивили, и ему понравилось то, как, в принципе, втайне от него что-то делается. Еще Никита замечает, что последние стримы, которые он тоже смотрит, боты себя ведут либо очень умно, либо очень тупо. Нету такого состояния, чтобы боты вели себя плюс-минус одинаково. Поэтому работа над искусственным интеллектом будет проходить и в дальнейшем, для того, чтобы, ну, не было действительно таких ботов, которые очень сильно тупят, и которые просто ставят хэдшот за 200 метров из какого-нибудь дробовика. По поводу следующего обновления 12.8, Никита, в принципе, повторил те тезисы, которые были и ранее, озвучены на счет 12.8. Повышение удобства от игры, то есть улучшение комфорта, получаемого игроком, улучшение интерфейса, достаточно много всевозможных вещей, оружие, которое не появилось в этом обновлении, некоторые новые стримерские предметы, там что-то по поводу верится говорили, возможно, для верится выйдет. Новые скиллы, компас и много-много еще другое. Никита говорит, что будет достаточно много количества контента. И в следующем обновлении вайпа точно не будет. Вот просто запишите, передайте всем. Кроме этого, сейчас разработчики параллельно готовят очень важную вещь, которую планируют, скорее всего, вести в следующих обновлениях после 12.8. Это переход на Unity 2019. Unity 2019 обеспечит, опять же, комфортную разработку и, скорее всего, улучшение производительности, что, естественно, является очень важным для любого игрока. Переход на следующую версию движка может действительно затянуть разработку. Поэтому параллельно выходу обновления 12.6, 12.7, 12.8 идет работа еще над переходом на новый движок. Ну и под конец Никита отвечал на критику в адрес разработчиков, потому что критика эта, естественно, всегда будет появляться. Тарков проект большой, в него сейчас играет действительно много людей и невозможно всем угодить. Игроки бывают различные по тому, как долго они играют в Тарков. Есть молодые игроки, игроки, которые пришли год-полтора назад. А есть те, кто играет еще с Альфа-теста, которому, кстати, в этом году, в августе, исполняется 4 года. Так вот, как говорит Никита, люди, которые играют в Тарков достаточно давно, особенно какие-то стримеры, контент-мейкеры, которые играют еще с Альфы, все это время видят, как развивается игра. Они видят и показывают это своим зрителям. Естественно, зрители тоже являются частью вот этого вот всего комьюнити. И есть игроки, которые пришли совсем недавно, которые смотрят там видосики, но по большей части играют сейчас в Тарков. И появление тех или иных вещей в игре они немного не понимают. То есть для них это кажется каким-то отходом от концепции игры, ее усложнением. То есть игра и так сложная, зачем разработчики делать еще ее сложнее. Они по большей части не в курсе за те концепции, которые ставились еще в момент разработки игры. И на самом ее старте тогда обозначилось то, что игра будет гораздо сложнее, чем она была когда-то раньше. И вот люди, которые играют давно, они в принципе видят, что игра становится сложнее постепенно. Новые игроки видят, что Тарков становится сложнее что-то резко как-то. Много мнений поступает, много критики в адрес Тарков, в адрес разработчиков особенно. Но для него по большей части ценной критикой являются мысли, которые доносятся от старых игроков, особенно от стримеров, которые являются еще и агрегаторами мнений. И вот к ним Никита прислушивается, но прислушивается и ценит, не значит, что полностью следует собственно их мыслям и их каким-то предложениям. Все равно разработчика есть свой план, и он его, как говорится, придерживается. Опять же это не значит, что мнение игроков, которые только что пришли в игру, абсолютно никому не надо. Разработчики открыты для всевозможных идей, и эти идеи, естественно, можно передать либо самому лично, но это проблематично, конечно, да, либо связаться через вот тех самых стримеров. Но, как я уже говорил ранее, у разработчиков есть все равно свой план, которого они придерживаются. Именно поэтому в Тарков не добавляются всевозможных платных скинов, всевозможных батл-роялей, всевозможных зомби-модов, платных аукционов, потому что это идет в разрез от первоначальной концепции игры. Это нужно понимать, и если вам это лично не нравится, то как бы это ваше личное дело, это ваше личное мнение. У разработчиков есть свой, собственно, план. В общем, вот так Никита достаточно обтекаемо, достаточно аккуратно ответил на критику, которая поступает от игроков, от, в принципе, других людей, которые даже не играют в Тарков, просто у них есть какие-то свои мысли. И, в принципе, это все, что было интересного на подкасте, потому что дальше уже ребята между собой общались, Никита попрощался со всеми. Все-таки понятно, что на английском языке общаться, наверное, тяжелее, чем на русском, и, в общем, где-нибудь на русскоязычных подкастах мы его ожидаем. Надеюсь, то, что я рассказывал, вам было интересно и полезно узнать. Если это так, вы знаете, что делать. Большой палец вверх, ну и в комментариях делитесь своим мнением касательно тех или иных пунктов. Будет интересно это почитать и обсудить. И напоследок, во время создания данного ролика появилась новость о том, что разработчики с 3 по 5 августа делают скидки на покупку Escape from Tarkov. Сейчас на экране будет так, как выглядит эта новость. В общем, для тех, кому хочется поиграть в Escape from Tarkov, кто хочет ее купить или проапгрейдить свои стандарты здания до какого-то более высокого, можете сейчас пользоваться. Отличная возможность. Все-таки 15-20% это достаточно хорошо. Я благодарю вас за уделенное время, друзья. И на этом я буду с вами прощаться. Всего вам лучшего. До скорых встреч и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok